Туристка из России, лишившаяся отпуска в Турции из-за приостановки авиасообщения, полетела отдыхать на Кипр и разочаровалась. Отзывом она поделилась с порталом «Тонкости туризма», его опубликовали на платформе «Яндекс.Дзен». Так, по словам путешественницы, для нее альтернативой отмененного тура была поездка на Кубу или Кипр. В итоге она выбрала второй вариант и отправилась в Айанапу. Путевка обошлась в 139 тысяч рублей на двоих, на треть дороже отпуска в Турции. Девушка призналась, что не строила завышенных ожиданий от отпуска, и тем не менее, получила «странные» ощущения. Она оказалась практически одной из первых туристов, которые прилетели в страну после снятия ограничений, в городе были открыты только три отеля. Многие отели, рестораны, кафе и магазины закрыты. Ночные клубы и вовсе пока под запретом. Аттракционы и аквапарки на данный момент закрыты и планируют возобновить работу в мае, рассказала туристка. Самым большим недостатком автор посчитала стоимость самого отдыха, питания, экскурсии и магазины. Также ее расстроили «сумбур» и неопределенность, с графиком работы различных заведений и очереди в аэропорту. Однако в заключении девушка отметила, что поездка ей понравилась. Главным ее плюсом она назвала «чистый и красивый пляж Нисси Бич» в шести минутах ходьбы от отеля. Советую настраиваться на пляжный отдых с безмятежным созерцанием красот, а красота тут всюду, резюмировала она. Ранее в апреле изучившая Турцию россиянка назвала альтернативы местным курортам в России. Среди альтернативных вариантов, куда поехать в отпуск в предстоящем сезоне, туристка назвала «Сочи». Другая опция – заменить поездку в Стамбул путешествием в Казань. Кроме того, в качестве аналога Каппадокии россиянка предложила отправиться на Кавказские минеральные воды. Если видео было вам полезным, пожалуйста поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.